Делать свое самое настоящее радио и телевидение. Эта мечта объединила учеников двух бийских школ 25-й и 3-й. К исполнению заветного желания шли долго, создавали, защищали проекты и в итоге выиграли грант Фонда социального содействия Александра Прокопьева. На полученные деньги приобрели современное оборудование. Гранты они свои получили, проекты реализованы, но эти идеи продолжают развиваться и наше общение продолжается. Поэтому сегодня ребята побывали в сибирской медиагруппе, наблюдали за работой профессионалов, можно сказать, перенимали опыт. Телевизионная студия, зеленый экран, суфлеры, по которым дикторы читают тексты. Побывать по ту сторону экрана, признались ребята, интересно, но куда заманчивее предложение попробовать себя в роли ведущего. Наша съемочная группа сегодня отправилась в рейд, оценить какие дороги в самом плачевном состоянии. Через телевизор это все кажется очень просто. Я думал, там стоит одна камера, какой-нибудь фон и все очень просто. То есть никаких заморочек. А когда я побывал уже здесь, то я понял, что здесь огромное количество аппаратуры и очень много людей трузится всего лишь над одним сюжетом. Сибирская медиагруппа объединяет печатные телевизионные, радио и электронные СМИ. Каждая редакция вызывает у ребят неподдельный интерес. Задают вопросы, как устроен холдинг и взаимодействие между отделами. Как сделать, чтобы коллектив был единой командой. Кульминация практической экскурсии – запись ролика к 9 мая в радиостудии «Комсомольской правды». Война. Такое страшное слово, пропитанное кровью и слезами. Мы всегда будем помнить о наших прадедушках и прабабушках, отдавших свои жизни за то, чтобы мы не знали страха. Мы тоже хотим реализовать что-то подобное у себя в школе. Очень хочется, чтобы она была похожа на вашу. Новый опыт, убежденные ребята, им вскоре пригодится, ведь в планах разные творческие проекты. Один из них – создание радиостудии, которая будет знакомить юных бейчан не только с новостями школьной жизни, но и всего города. Фонд Александра Прокопьева продолжает поддержку проекта по созданию школьного медиа-центра. Илья Кочетков, Павел Лаурнин. Наши новости.